Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору. Книга-притчи царя Соломона Мишлей. Мишлей, 18 глава. И меня зовут Искак Пентусевич. Я изучаю Тору и рассказываю, делюсь своими знаниями и пониманиями. Всем прекрасного дня! Бойте ртов наши постоянные. Саид Макаев, Максим Перенчук, Диор Денивня. Прям мы уже учимся-учимся. У нас уже такая прям очень серьезная группировка изучающих Тору. Влад Косов, Виктор Кутман, то есть прям Яков Шатадин. Помахаем ему прямо все. Слава Богу, проект Ваикра развивается очень быстро, очень сильно, мощно. Мы сейчас вышли на новый этап развития. В Инстаграме у нас появился одновременно урок, прямой эфир. Дина Димурова родила сына по имени Соломон. То есть вообще огромные успехи. Видите, как царь Соломон написал, царь Соломон написал Мишлей, Коэлит, все. А Дина Димурова родила сына, назвала его Соломон. Это очень прекрасно. Самое такое имя прекрасное. Интересно, что все великие цари в мусульманском мире брали себе имя Сулейман Соломон. То есть Сулейман Соломон, это признак вообще самого большого величия. И если мы возьмем его имя, Шлома. Шлома Амелых, это Шлома, это Шалом, Совершенство. Значит, этот урок у нас будет для поднятия душ Рахель Бат. Сейчас, секундочку. Рахель Бат Шломо, как раз Рахель Бат Шломо, вот она за пять. И Ицкак Бен Мэйр. Это урок для поднятия души. Очевидно, они, или я не знаю, когда они ушли в следующий этап. Но, значит, говорят, что когда человек умирает, говорят, что будет его нишмотат, срора бен нишмот ахаим. Чтобы его душа была связана с душами живых. То есть, что имеется в виду? Что есть люди, которые, живя в этом мире, они уже мертвые. А есть люди, которые умерли, но они живые. То есть, их помнят, про них говорят и так далее. Вот это очень важно. Цадик даже после смерти жив, праведник. А злодей при жизни уже мертвый. Уже все только и думают, когда бы он умер, да? Понятно. Хорошо, дорогие друзья. Всем, еще раз всем привет. И мы продолжаем изучать 18 глава. И мы сегодня дошли до очень интересного отрывка, который очень многое объясняет. Значит, вчера мы закончили на том, что жалобщик, слова жалобщика, тот, кто жалуется на жизнь, на Бога, на людей, на себя. Жалобщик, они пронзительны, как удары. И они ему спускаются в живот. То есть, психосоматика. Человек, который жалуется недовольный, он создает, словами современных ученых, внутри создает такую биохимию, что он, значит, просто становится... Болеть начинает, жалобщик. Кто жалобщик, начинает болеть. Это мы на этом остановились. Вчера. А сегодня у нас отрывок такой. Очень многое объясняет он. Вот послушайте. Девятый отрывок звучит так. Гам метропебем лахто. Гам метропебем лахто. Человек, который ослабляется в своей работе. Ах у либа аль машхит. Он брат для того, кто портит. Значит, почему этот отрывок очень важный? Что он объясняет? Вот помните, мы обсуждали царь Соломон и в Коэлите, в Экклезиасте, и в притчах. Он говорит такую вещь. Он говорит, плохо, что есть такая в жизни ситуация, что есть праведник и плохо ему, и есть злодей и хорошо ему. Это ситуация, которую Бог создал для того, чтобы у людей оставалась свобода выбора. Но, в принципе, она как бы... С одной стороны, она обидна. Вот есть праведник, и ему плохо. Ну как? Ну это же жалко, он же праведник. С другой стороны, есть злодей, который злодей, он делает зло. Представьте, как обидно тем людям, которым он сделал зло, что он процветает и благоденствует. То есть это просто обидно и плохо. И мало этого, люди со стороны на это смотрят и думают, ну как же это так происходит? Мы вчера говорили о том, как Талмуд объясняет вот эту ситуацию, что да, есть в мире, есть в мире праведник, и ему плохо. И есть в мире злодей, ему хорошо. Есть объяснение, посмотрите предыдущий урок. Но в этом отрывке царь Соломон сам дает объяснение. Он говорит нам следующую вещь. Гамми тропеб им лахто, тот, кто ослабляется в своей работе, тот, кто мог сделать и не сделал. Он как брат, такой же он, как тот, кто портит. Он объясняет это следующим примером. Мал com объясняет следующим примером. Есть царь, и царь приказал двум своим слугам. Приказал им, говорит, все, значит, ты чтобы построил, вот там вот построил дом, и ты чтобы вот там построил дом. Понятно? Понятно. Все, я вам даю все ресурсы, значит, чтобы дом был построен. Понятно? Царь прям дал приказ такой. Оба говорят, понятно, вообще все понятно. Приказ царя это приказ. Один построил дом и разрушил его. Второй даже не начал строить. Выходит царь утром, смотрит, есть два дома. Один был построен, но разрушен, нет дома. А второй даже не начинал, пустая площадка. По результату они одинаковые. Не выполнили приказ царя. И сравнивает Малбим это с людьми, которые выполняют заповеди и делают преступления. Он как будто бы строит дом и разрушает. Он с одной стороны выполняет приказ царя, с другой стороны тут же его нарушает. Это похоже на того, кто дом построил и разрушил. Но тот, кто дом вообще не начал строить, он от него ничем не отличается. Он не выполняет приказ царя вообще. Теперь вот тут нам становится понятно, почему есть праведник, например, ему плохо. Прям Малбим говорит, это одно из объяснений, почему есть праведник, ему плохо. Например, есть человек, который выполняет заповеди. Он выполняет заповеди. Он с утра встал, одел тфилин, помолился, потом он послушал урок Торы 20 минут. И все. И дальше он забыл. Но он же праведник, он ничего плохого не делает. Он дальше сидит весь день, допустим, вот такую возьмем ситуацию. Он весь день сидит, ничего не делает, медитирует. Он же ничего плохого не делает? Не делает. Но он в течение дня должен был сделать 100 добрых дел, помочь кому-то, ответить на вопросы. То есть у него есть огромный потенциал. Ему Бог, который царит, дал ресурсы, колоссальные ресурсы. То есть у него талантов, сил, возможностей очень много. Он как тот, который не построил дом. Он как брат тому, кто строит и разрушает. А второе, что сделал, он утром помолился. А потом он вышел, пошел на работу, там украл, там не додал, там покричал, там кого-то ударил. Потом он опять пошел помолился, сказал там Богу, все, я тебя люблю. Дал вздаку, помог кому-то. А потом опять вечером пошел, там набухался и, значит, вообще всю ночь где-то куролесил. То есть получается, что в девятом отрывке царь Соломон нам дал два варианта, которые плохие. Первый вариант, это тот, кто ослабляется в своей работе, тот, кто не доделывает. И тогда есть праведник. Он праведник, но он мог бы быть вообще невероятным праведником. То есть возьмем царя Давида, папа царя Соломона. Царь Давид, он был пастух, он был пастух, он был просто жил там, но он был вот такой праведный. Потом, когда армия Израиля стояла, стояла возле, напротив армии моавитян. И вышел, значит, оттуда вышел моавитский такой богатырь, значит, Галиад, его звали Галиад. И начал кричать, кто там этот ваш Израиль, кто там ваш бог, плевать на всех хотели. И все боялись, все стоят и боятся, потому что он там больше двух метров ростом. У него копье было одно, как, ну, огромное копье, он там почти три метра был ростом. И все боялись. И тут вышел царь Давид, маленький пастушок. И он говорит, кто это говорит обезьяна, которая против бога выступает? Говорит, он, вот это обезьяна против бога, берет камень, и камень ему в лоб этому Галиаду. Тот упал, царь Давид подбежал, у него же взял нож и ему голову отрезал. Но так же мог поступить каждый. То есть каждый мог так поступить. У каждого есть возможности, у каждого есть потенциал. Царь Соломон построил первый храм и так далее. То есть есть у каждого, особенно тот, кто уже знает про бога, который знает про Тору, у каждого есть огромный-огромный потенциал в служении, в выполнении заповедей, быть садиком, быть более праведным, больше делать, больше учиться. И получается, что тот, кто метропеб им лахто, тот, кто не доделывает, то есть я не говорю про тех, которые вообще не делают, да, я говорю про тех, кто уже начали делать. Тот, кто не доделывает, он как тот, кто делает и портит. Вот такая вот интересная вещь, да. Хорошо, значит, теперь дальше. И десятый отрывок, десятый отрывок, он нам говорит следующее. Мигдаль ос шем-а-шем, бой орут садик в низгав. Значит, переводится, десятый отрывок так. Мигдаль ос это крепкая башня, такой Мигдаль ос, это то место, где раньше люди прятались от налетов и набегов вот этих вот кочевников. Кстати, интересно, я вот сейчас вспомнил, у меня во время, когда я рассказывал про царя Давида, у меня всплыла еще одна мысль, и я ее не сказал, и она у меня сейчас в голове мешает всем остальным мыслям. Сейчас же недельная глава какая? Пинхас. Пинхас, это тоже был, значит, была ситуация, когда колено Шимона, в основном, они начали грешить и ходить к мавицким девушкам, то, что было делать нельзя. И один из них, Зимри его звали, да, он взял Косби, девушку Косби, привел в стан сынов Израиля и прямо завел ее в шатер, и стоял Машер Абейну, стоял Аарон, стояли они и плакали, и не знали, что делать. И Пинхас, он схватил копье и побежал, и, значит, их обоих убил. Значит, и Бог ему дал, интересно, прямо в недельной главе написано, он ему дал знак, дал ему знак, орден Шалома. Казалось бы, он убил двух преступников, а это называется Шалом, он сделал Шалом. Как он сделал Шалом? Он сделал мир между сынами Израиля и Богом, потому что Бог, он ненавидит разрад, и Бог не хочет, чтобы был разрад, хочет, чтобы все было честно и правильно. И, значит, когда восстанавливается божественная справедливость, это и называется Шалом. Но, опять же, кто поступает так, как Пинхас? Никто, это единицы и единицы, как Пинхас, как царь Давид, как царь Соломон. То есть, можно сказать так, что мы все живем в долг, потому что у нас у каждого есть возможность служить Богу, есть обязанность служить Богу, есть возможность служить Богу, есть ресурсы служить Богу. То есть, Бог нам дал огромные-огромные силы, и мы все недорабатываем, все недорабатываем, и поэтому девятый отрывок относится к каждому. Тот, кто ослабляется в своей работе, брат он для того, кто портит. Они как братья, два сапога пара. Теперь, дальше, что делать? Десятый отрывок нам говорит, что делать. Мигдаль, ос, шема шем. То есть, башня крепкая, имя Бога. Каждый раз, когда ты выполняешь любую заповедь, когда ты изучаешь Тору, когда ты произносишь имя Всевышнего, говоришь «Слава Богу!» Как у тебя дела? «Слава Богу!» Баруха Шем. Каждый раз, когда ты говоришь «Слава Богу!» и делаешь действия, которые Бог сказал делать, то есть, ты выполняешь митцвод, заповедь Бога, в этот, каждый раз ты строишь имя Бога, то есть, ты, как бы, знание о Боге и его приказы, ты переводишь в этот мир. И говорят, что, когда придет Маше, вот в самый момент проявления божественного мира, говорят, что будет имя Бога, и Бог едины. То есть, пока мы только говорим о Боге, пока мы только изучаем о Боге, мы думаем о Боге, но наступит момент, когда знание о Боге и божественное проявление станет одним целым, и все почувствуют Бога, постигнут Бога, и когда пойдет вот этот божественный свет, тот, кто был к нему готов, он как от этого обрадуется. Кто был к нему не готов, он от этого сгорит. Это очень интересно. Вот так, когда ты слышал описание момента, когда мир перейдет на следующий уровень, как это произойдет? Это произойдет, как будто бы энергетика, вот эта божественная духовная энергия, она увеличится в сотни раз, как если есть, например, электрическая сеть, и идет электрический сигнал сильный, те материалы, которые чистые, они его проводят, сигнал этот, и не нагреваются. А грязные материалы какие-то, да, они сгорают. То же самое, когда будет сильный божественный свет придет в этот мир, то в этот момент те, которые, те, которые, значит, не готовы к этому, у них прям сгорит восприятие. Все. Теперь, значит, что делает садик? Что делает садик? Садик, он своими действиями, своими заповедями, он выращивает, выращивает, создает башню, создает башню. Башню, как крепость, да, и что дальше? В нее он побежит, праведник, и спасется, он не будет защищен. То есть, садик, он в этом мире, я вот недавно слышал один такой великий раввин, сейчас, и он говорит, я готов, я готов, а, это был Равшах, он говорил, я готов в любой момент уйти, то есть, меня здесь, в этом мире ничего не держит. То есть, вся моя жизнь посвящена заповеди, служению Богу, он настолько верит, настолько вот его вера и связь с Богом настолько сильная, он говорит, для меня перейти из этого мира в тот мир, это просто, ну вот, ну секунда, мне как бы ничего здесь не держит. Он, правда, он прожил 107 лет, Равша, 107 лет он прожил, и в 100 лет он еще проводил уроки, и, ну то есть, был, в этом мире он тоже был, как бы присутствовал, да, но еще раз, то есть, кто такой праведник? Есть система, есть Бог, создатель мироздания, он сказал, это хорошо, это плохо, и дал заповеди, Митцвод, это дал приказы, делай добро, не делай зло, и сам определил, что есть добро, что есть зло. Дальше, человек, который у человека, у него есть внутри животное тело, чистое животное, как у обезьяны, и, значит, у человека есть некая система координат. Теперь, обычно человек берет знания, что такое хорошо, что такое плохо, из внешнего мира, и он принимает решение, исходя из того, что он получил из внешнего мира. Теперь, есть люди, которые говорят, секундочку, то, что мне сказали, там, мода, какая-то, там, теории разные, и так далее, я это слушать не хочу, я хочу строить свою жизнь глобально, по божественной системе, по Торе. Значит, он начинает изучать божественную систему Тора, и у него возникает противоречие. Тора говорит, например, не, там, евреи не могут в субботу, в субботу ездить на море, но не могут, вот суббота, они могут ездить, нельзя, почему? Бог запретил. И вот сидит такой еврей, из бывшего Советского Союза, приехал он в Израиль, и он говорит такое, я не понимаю Бога, но вот если бы Бог меня видел лично, он бы мне разрешил. И он себе выдумывает такую систему, где он, как бы, идет, это называется, блуждать за своими желаниями, это называется грешник по вожделению. То есть, он не отрицает Бога, но он говорит, что Бог лично мне сделал бы какую-то стидку, он бы лично для меня, он бы программу другую прописал, да? Теперь, праведник, это тот, который полностью подчиняет свою жизнь божественным приказам. У него, он как бы убирает полностью свое эго, свое я, и он действует, делай волю Бога, как свою, но потом Бог выполняет твою волю, как его, то есть, праведник, он с Богом соединяется в одно целое. И в этом мире, божество, Бог проявляется через праведников. Понятно, да? Это очень интересно. Бог проявляется через вот этих праведников, и здесь написано так, что если ты праведник, то ты строишь имя Бога, ты как бы строишь себе вот ту реальность, в которой ты находишься, и потом ты в эту реальность и уходишь, и в ней спасаешься. Это как раз то, что делают праведники. И они переходят, были даже случаи, пророк Ильягу, был такой ханох, это было еще до потопа, которые, они переходили в духовный мир, через, находясь еще в этом мире. То есть, представьте, вот человек, он находится в этом мире, вот он строит духовностью, связь с Богом, через молитву, изучение святых книг, и так далее. И были такие люди, которые поднимались на такой высочайший уровень, что они могли просто оп и уйти в духовный мир. Вот такая вот есть у нас потенциальная возможность, которая доступна для каждого из нас. Все, дорогие друзья, сейчас мы на этом закончили. Сделайте, пожалуйста, свои личные выводы, какие у вас есть выводы, что вы для себя поняли, что вы собираетесь делать, как вы собираетесь больше не расслабляться в своей работе, и не быть тем, кто портит мир, портит свою жизнь. Потому что, когда идешь против Бога, это портишь свою жизнь, и портишь жизнь окружающих, и жизнь всего мира. Всем шаббат шалом, кто соблюдает, кто не соблюдает хорошей субботы просто, чтобы была хорошая суббота. И, значит, все, встречаемся с Божьей помощью в воскресенье. В воскресенье, если вам урок понравился, поделитесь уроком с друзьями, и поделитесь своими выводами. Все, удачи, успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok